Всем привет! Сегодня я расскажу вам 12 фактов о хорьках. Давайте начинать! Хорьков можно легко узнать по их длинным трубчатым телам, коротким лапкам и маленьким пушистым ушкам. Такое строение тела позволяет им свободно перемещаться в ограниченном пространстве и разворачиваться в узких тоннелях. Ну а сейчас давайте перейдем к фактам. Эти любопытные и общительные существа были одомашнины более 2000 лет назад. Однако набирать популярность они начали лишь в 90-х годах прошлого века. Согласно исследованию, сейчас они входят в топ-10 самых распространенных домашних животных. Они уступают лишь кошкам, собакам, кроликам, рыбам, пернатым птицам, морским свинкам и лептилиям. У хорьков острый слух и обоняние, которые намного происходят человеческие возможности. У них также есть сверхчувствительные подушечки лап, что в целом компенсирует их плохое зрение. Хорьки чрезвычайно близорукие. Они могут видеть всего на расстоянии метра, что является идеальной предпосылкой для их неуклюжести. Владельцы хорьков нередко замечают, как животные нацекаются на стены или мебель. Их естественный инстинкт – это кусание объектов, движущихся в поле зрения. Поэтому при общении с хорьками следует соблюдать осторожность, иначе они могут сильно укусить вас. Первоначально хорьки были одомашнины с целью охоты на кроликов и других мелких животных. Но, пожалуй, самым интересным их занятием – это была прокладка проводов. Для изобретения робототехники способность животных перемещаться в замклумовых пространствах часто использовалась людьми при проведении различных мероприятий. Когда хорьок взволнован, он выгибает спину, распушает хвост и подпрыгивает на месте. Такое явление называют боевым танцем хорька. В дикой природе он использует эту приманку, чтобы сбить с толку и изориентировать добычу. Но когда домашние хорьки демонстрируют такое поведение, это обычно означает выражение удовольствия или игривости. Во время танца хорьки часто издают челкающие звуки, теряют равновесие и натыкаются на предметы. У хорьков глубокий сон. Многие новые владельцы хорьков волнуются, когда видят, что их питомец лежит неподвижно, не реагирует на прикосновения или звуки, отказываются просыпаться, даже когда его тормошат. Это явление известно как мертвый сон хорька. Животное нуждается в таком отдыхе после напряженных игр. Хорьки проводят до 75% своей жизни во сне, спать они не люют в темных закрытых помещениях. Хорьки очень умные животные с невероятными способностями к обучению. Их можно обучить пользоваться туалетным лотком, сидеть по команде, обмениваться рукопожатием и ходить на поводке. Их можно также отучить от вредных привычек, таких как копание комнатных растений и открывание дверей. Хорьки общительны по своей природе. Их следует по возможности содержать в совместимых парах или группах. Самки до полового созревания и кастрированные самцы должны содержаться в группах. Пару половозрелых особей можно держать вместе, хотя они могут ссориться, когда рождается потомство. И поэтому их лучше всего разделить на этот период. Также животных, содержащихся в группах, следует ежедневно проверять на предмет проявления признаков агрессии. Хорьки ценят удобство и чистоту. Их следует содержать в специально отведенных для них помещениях, которые будут обеспечивать физическое и психологическое благополучие животного. Они должны иметь возможность выполнять ряд действий, в том числе исследовать, собирать пищу, играть, прятаться, отдыхать, иметь территорию и ухаживать за ней. Если у хорька будет возможность, он построит в себе дом со спальной зоной, кладовой для хранения еды, несколькими выходами и отдельной уборной. Домик хорька следует чистить ежедневно, убирать все мокрые или грязные подстилки и несъеденные продукты, очищать емкости для еды и воды. Лоток для туалета нужно чистить ежедневно, а генеральную уборку в комнате устраивать еженедельно. Хорьки любят лазить и исследовать территории. Искусственный лабиринт можно создать из пластиковых трубок, веток, картонных коробок и бумажных пакетов. Сухой корм можно рассыпать по клетке и спрятать в трубочке, чтобы стимулировать интерес и активность животного. У хорьков должно быть достаточно возможностей для физических упражнений. Многие из них любят играть в воде, поэтому купание на мелководье с пресной водой комнатной температуры один раз в неделю может быть хорошим способом улучшить их настроение. Молодые особи являются хорошими мастерами побега и протискиваются даже в крошечные щели, поэтому их жилые помещения должны быть тщательно спроектированы и обеспечены надежными креплениями, чтобы они не сбежали. У хорьков типичная пищеварительная система хищников. И тонкий, и толстый кишечник короткие, что приводит к короткому времени прохождения пищи через кишечник. Процесс занимает всего 3-4 часа. Хорьки нуждаются в мясной диете с высоким содержанием белка от 30 до 40%. Недостаточный уровень протеина приводит к ухудшению здоровья и снижению репродуктивной функции. У хорьков высокий уровень метаболизма, поэтому им нужно мало есть, но часто. В естественных условиях они съедают до 10 небольших порций в день. Половой зрелости хорьки достигают весной после рождения, примерно в возрасте 8-12 месяцев. Спаривание у хорьков может быть энергичным, довольно шумным и продолжительным. В брачный период самец часто выхватает самку за загривок и волочит ее по клетке. Беременность длится от 40 до 44 дней. В среднем рождается 8 детенышей весом от 6 до 12 грамм. Они рождаются слепыми и почти голыми, лишь с одним слоем пуха. Детеныши остаются с матерью, пока им не исполнится 8 недель. В дикой природе остался один вид хорьков – американский или черноногий хорек. Он короче домашнего собрата, имеет 4 лапы и хвост с черным концом. Черноногий хорек был внесен в список исчезающих видов. По данным Всемирного фонда дикой природы, он дважды считался вымершим видом, но усилия по восстановлению его среды обитания и популяции привели к медленному возрождению вида. Сегодня в дикой природе живет около 300 особей американского или черноногого хорька. Самцов-хорьков называют хобами, а самок – джилами. Самцы могут быть в 2 раза больше самок. Хорьки живут обычно от 5 до 9 лет. У обоев полов сезонные колебания массы тела составляют 30-40%, так как подкожный жир добавляется осенью и теряется весной. Хорьки наиболее активны в сумерках. Хорьки хорошо развиваются при температуре от 15 до 24 градусов, но могут адаптироваться и к низким температурам от 7 до 10 градусов. Стресс у них может вызвать температуру выше 30, если влажность тоже высокая. Ну а на этом факты о хорьках у меня подошли к концу. Пишите в комментариях, про кого снять видео в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok